Друзья, коллеги, всем большой привет! Вы, как всегда, в мастерской НОРТ-88. Я решил сегодня переделать руль на своем мотоцикле. Покажу вам весь сварочный процесс. Я думаю, будет интересно. Погнали! Хочу переделать немного, немного поднять, чтобы было где-то... Ну, самая естественная поза, мне кажется, вот так будет. Ну, тросики-то ладно поменять, провода все нужно будет удлинять. Можно сделать чуть пониже, но самое главное, вот этот угол изменить, чтобы держаться не вот так, а мне лично хочется всегда вот так вот руки развернуть. Когда долго с цеплением работаешь, в городе прям шаруку сводит. С газом-то проблем, в принципе, больших нет. Продолжение следует... Почему-то думал, что это сталь хромированная, но это не ржавейка. Видите, какие пазы под провода. Можно просто отпилить и изменить угол так, как нужно сделать. Потом швы полирнем, и вообще весь руль можно отполировать. Самое главное, вот этот угол мне изменить. Продолжение следует... Продолжение следует... Вроде бы так как надо, но это вообще капец. Это настолько неудобно, что раньше было лучше. Тросики меня не так беспокоят, потому что они просто меняются и всё. Здесь ещё у нас тормозной шланг и провода все надо удлинять. Работу по изобретению нового руля немного осложняет наличие вот этой штуки, крепления для смартфона. Но отказаться от неё я тоже не могу, потому что телефон нужен, я и музыку слушаю. Мне видно сразу, кто звонит, навигатор. Если поставим слишком близко сюда, тогда перекрывает панельку. Но в противном случае мы не можем сделать руль достаточно узким. Диаметр вот этой трубы, нержавеющей внешней, у нас 25,5 миллиметров. Труба вот такая, обычная, чёрная, стальная. Внешний диаметр у неё 27. Был ещё вариант вот из такой, эти удлинители изготовить, но это будет слишком громадко. Просто для сравнения. Нет, эту я использовать не буду. Будем использовать вот эту. Трудно спозиционировать эту деталь. Если нет, конечно, никаких лекал, это просто жесть. Надо всё выставлять на глаз, отрезать и потом уже, смотрите. Ну, примерно вот как-то вот так должно получиться. Мы знаем расстояние вот это примерное. Примерно расстояние между ручками. Ну, а углы поворота, наклона надо будет уже экспериментальным способом вычислять. Вот он, предварительный вариант. Всё на прихватках. Зазорчики такие небольшие тут получились. Ну, это не страшно. Главное ещё, что вот эта штука у нас не конфликтует. Впритык встаёт. Добавим усилители, конечно, вот сюда на углы. Решил я вот такие куски отрезать и варить нержавейки. Можно ли вообще сваривать нержавеющую сталь с обычной чёрной? Да, конечно, можно. Но нужно использовать присадку нержавеющую. Это у нас 308. Снимая хорошую газовую защиту. Можно, в принципе, было бы полуавтоматом сварить, но качество там совсем не то. Есть нержавеющая проволока, можно её поставить и так же сделать. Но при хватке я делал полуавтоматом, потому что это наиболее быстро, удобно. Единственное, что я не буду заморачиваться с усилителями вот здесь. Нет в них особой необходимости, тем более здесь у нас провода уже выходят. Я немножко сделаю по-другому. Я сейчас сделаю такую черновую слесарную обработку, но так, чтобы швы не убирать особо. А в местах, где немного металла не хватает, я потом ещё наплавлю. И ещё раз сделаю слесарку. Получится цельнометаллическая конструкция и будет надёжно. То есть здесь ещё можно поднаплавить прям. Дополнительно ещё прошёлся по всем швам, раскатал их, сделал пошире. Теперь нужно немножко шлифануть. Эти трубы у нас полностью зачищены. Немножко сгладил вот эти углы для безопасности, скажем так. Вот такой вот руль-поворотники. Мне всегда их хотелось перенести на вилку, они у меня были на руле. Ну как бы, не знаю, сейчас они вообще на руле ни к чему будут. Ну и с вот этими проводами придётся немножко повозиться, но это я сам перепаяю. Друзья-мотоциклисты, если кому интересен мануал по всем моделям Спортсер, у меня есть в электронном виде, напишите мне, пожалуйста, в ВК. Оставлю ссылочку. Метр тридцать. Надеюсь, очень-очень сильно надеюсь. Сейчас проверим, подойдёт он, не подойдёт. Тридцать газа, сцепление, крепление ещё для поворотников на вилку. Вообще суперское качество. Они металлические, не пластик какой-нибудь классный. Китайцы, блин, молодцы. Подходит вообще супер, всё идеально. То есть ссылочку я оставлю, там по длине смотрите. Вот эти у нас штуки на 360 градусов поворачиваются, то есть вообще как угодно. В комплекте ещё идёт 90 градусов. Здесь две такие, ну мне такие и нужны. Ну как бы можно и так как-то установить, но не хочу я. То есть надо на 10 сантиметров меньше. Был 110, нужно 120. Я взял 130. Ну ничего. Сцепление всё отлично. Вот этот, который я купил, подходит прям по длине. Красиво, классно, крепится надёжно. Везде провода короче, а здесь получились длинней. Почему я рад? Это вот эти удлинять не надо, потому что чуть-чуть я их вытащил. Не в натяг, а так нормально. Вот такой вот руль красивый приехал у нас из покраски. Как-то показывал видео полировку вилки. Ну вот посмотрите, это было прошлой зимой. Как такой лёгкий-лёгкий известковый налёт. Ну в любом случае вилкой выглядит гораздо прикольнее, чем до полировки. Планирую ограничиться финишной полировкой. Вот такой мягкий круг. Ну и взял вот такую полировальную пасту. Попробую, наверное, ещё вот такой мелкоабразивной полирнуть. Потому что это она не самая мелкая. В прошлый раз у меня ушёл, наверное, целый день на эту работу, чтобы привести стаканы вилки и траверсу вот в такое состояние. А в этот раз, ну, я потратил не больше часа на финишную полировку. По крючкам вытянул провода поворотника. Ну, здесь их подвязал. Высота 10 миллиметров и внутренний диаметр 10 миллиметров. Прокачал тормоза. Всё здесь герметично. Нужно снять воздушный фильтр, его корпус. Ну, показывать я это не буду. Я уже показывал полностью, вообще рассказывал про воздушные фильтры в отдельном видео. Вот здесь по ссылочке будет. Можете посмотреть вообще, какой у меня фильтр установлен. Про вот эти ручки тоже есть небольшое видео. Вот здесь по ссылке. В прошлый раз я, когда их устанавливал, допустил ошибку. Использовал такую густую смазку. И у меня ручка немножко так туговато ходила. Не так чётко, как сейчас. Сейчас вот как. Здесь у нас просто использована где-то ВДшка. Где-то вот такая силиконовая смазка. На своём опыте понял, что лучше лишний раз потратить 5 минут. Всё замотать. Чем потом думать, что с этими царапинами возникшими делать. Потому что обязательно где-нибудь ключом, отверткой заденешь. Там тем же рычагом что-то упадёт. Здесь у нас есть зазорчик. И здесь. И когда мы поворачиваем руль, телефон не прикасается. И плюс есть ещё вот здесь немножко места. Потому что это крепление у меня с зарядкой. Друзья меня немножко осудили. Говорят, надо было его хромированным сделать. Там из нержавейки сварить. Не было у меня возможности найти её. И желания не было. Мне очень нравится сочетание. Вот это. Здесь у нас хром. Здесь у нас чёрный глянец. Выглядит очень прикольно. Единственное, у меня чёрные зеркала. Я заказал такие прикольные, хромированные. Стоит хорошенько руль дёрнуть. Он у нас двигается вперёд-назад. Чтобы эту проблему решить. Но она у меня была решена в прошлый раз. Тут я думал уже порошковой краской покрашу. Руль будет чуть-чуть потолще. И проблемы не будет. Но она осталась. Сейчас, в общем, откручиваем это крепление. И нужно будет подложить на руль. Вот такой кусочек наждачки. Он двигаться не будет вообще после того, как затянем хорошо. Такая посадка. Очень удобно мне теперь. Не надо. Раньше чуть-чуть я тянулся вперёд. Теперь этого делать не нужно. Смотрится, по-моему, классно. Ну вот, зеркала. Не хватает зеркала. Посмотрите другие видео по сварочной теме в соответствующем плейлисте. С вами сильно не прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok